Работать можно и в период пандемии, считают жители Сарканского района. Здесь более 70 человек воспользовались условиями государственной программы развития продуктовой занятости и массового предпринимательства, что помогло им начать свой бизнес. С началом весны на приусадебном участке Арная Байдильдинова закипела работа. На 500 тысяч тенге безвозмездного гранта, выделенного ему государством, начинающий предприниматель приобрел инкубатор и теперь обеспечивает местное население молодняком домашней птицы. С зимы работает, с февраля. У нас своих 10 гусей. Каждые 10 дней где-то 30 яиц несутся. Вот я сразу закладываю, поступенчатые вывожу всех и продаю. Спрос есть, спрос очень много. Здесь все забронировано, все уже продано. А это результаты предыдущей партии. Цыплят приобрели соседей. Покупкой они довольные. Арнай – наш сосед. Ему всего лишь 25 лет. Уже сейчас он радует нас, доказывая, что и в сельской местности можно заняться хорошей предпринимательской деятельностью. Да и государственная помощь в таких случаях кстати. Такой же помощью в рамках программы «Янбек» воспользовалась семейная пара «Жумата» и «Санья», чтобы расширить имеющийся в городе бизнес. Но прежде они прошли обучение и получили консультации у маститых бизнесменов. Очень много полезной информации по улучшению бизнеса получили в палате предпринимателей, куда нас направили из центра занятости. Сейчас работаем полным ходом. На работу приняли четырех человек. Изначально были у нас большие планы. Мы сейчас к ним постепенно приближаемся. На 6 миллионов тенге, полученных от государства, под льготный процент закуплено самое необходимое оборудование для производства рекламной продукции. За период карантина накопились заказы и сейчас в цеху центра приступили к их выполнению. Вот он, новый аппарат. Работу на нем только начали. После того, как освоим, будем принимать на работу молодых ребят, поскольку объем заказов увеличивается. Предоставить возможности для работы, обучить, а возможно и переучить. Всем желающим помогает государственная программа «Янгбек». Ею за прошлый год в районе воспользовались около 300 человек. В этом году планируем выдать микрокредиты 35 заявителям. Прием заявок идет. А первая заявка на приобретение мелкого скота уже отработана. Предпринимателю было выдано 7 миллионов тенге. Заявки, поступившие во время карантина на электронный адрес центра, сейчас находятся на рассмотрении. Большинство из них получатели намерены направить в реализацию проектов в сельском хозяйстве. Гульназ Мустафа, Жаих Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Впервые в этом году выпускные классы заканчивают школу в непривычном формате. Экзаменов не будет. Аттестат будет выдаваться на основании годовых оценок, рассказали представители сферы образования Алматинской области. По их словам, торжественное вручение документа об окончании школы пройдет 3 и 4 июня. А вот единое аттестирование поступающей вузы сдавать будут в период с 20 июня по 5 июля. Формат прежний, только с соблюдением социальной дистанции и максимальными мерами безопасности. Отметим, в этом году руководство области выделило 200 образовательных грантов. 100 из них будут доступны тем, кто с минимальным разрывом не сможет получить государственный грант на обучение. Вторая часть выделяется детям из многодетных малообеспеченных семей и из числа абитуриентов с особыми потребностями. Документы на участие именно в конкурсе образовательных грантов с местного бюджета будут приниматься с начала августа в приемной комиссии Житцузского государственного университета имени Ляса Джан Сугорова. То есть требования какие абитуриент должен обязательно иметь, должен иметь сертификат ЭНТ этого года, текущего года. И, конечно, у него должны быть все, он должен пройти пороговый уровень, набрать пороговый уровень баллов по соответствующим специальностям. Но тут еще важно сказать, что учащиеся, которые обучаются из местного бюджета, они в обязательном порядке должны отработать 3 года именно в нашей области. К другим темам. Пресс-секретарь Алматинской области выступили в роли благотворителей. Протянуть руку помощь нуждающимся семье их сподвиг пример меценатов и неравнодушных граждан. На первый раз благодаря собранным средствам продуктовыми корзинами удалось обеспечить порядка 20 семей имбекшир-казахского района. Жесть доброй воли показал, что молодые журналисты могут помогать не только словом, но и делом. Начинание пресс-секретарей поддержало волонтерское движение имбекшир-казах и ректор-леры. В рамках года волонтера они помогли с адресной доставкой продуктовых наборов. Отметим, по имбекшир-казахскому району в период ЧП была оказана помощь более 6500 семей. Пресс-секретарей районов городов Алматинской области проявили инициативу и поддержали волонтерское движение безбергенность. В рамках акции были собраны продуктовые корзины на общую сумму 213 тысяч тенге. Были розданы 20 нуждающимся семьям имбекшир-казахского района. Далее эту акцию хотим продолжить и передавать другим регионам. Виталий возобновил деятельность археологический комплекс Помпеи. Объект был закрыт для посещения более двух месяцев назад из-за распространения нового коронавируса. Единственный вход в музей тщательно продезинфицировали, а посетители в масках выстроились в очередь в специально размеченных на земле кругах для обеспечения социального дистанцирования. В их распоряжении также предоставили антибактериальный гель для рук и измерили температуру при помощи тепловых сканеров. Италия, первая из европейских стран, ощутившая на себе мощный удар пандемии, рассчитывает на возвращение зарубежных туристов и уже 3 июня откроет свои границы для граждан Евросоюза. Юбилейный парад Победы, не состоявшийся 9 мая на Красной площади в Москве из-за карантина, будет проведен 24 июня. Об этом сообщил президент России, отдав приказ министру обороны Сергею Шойгу. Владимир Путин пояснил, что дата для парада выбрана не случайно. В этот день, в 1945 году, состоялся первый парад Победы. По брусчатке Красной площади прошли те, кто ее одержал. Испанский остров Ибицу атаковали тигровые комары вида Аэдис албопиктус. Они потенциальные переносчики ряда опасных заболеваний, в том числе лихорадок Зика, Чикугуня и Денге. Власти Ибицы, сославшись на местный департамент по вопросам окружающей среды, заявили, массовое размножение насекомых могло произойти в бассейнах. Они не очищались должным образом из-за введения карантинных мер, заявили они. Популяция комаров на острове выросла в четыре раза по сравнению с прошлыми годами. В связи с этим, власти призывали владельцев бассейнов как можно скорее запустить системы по их очистке, чтобы не допустить начало еще одной эпидемии. Карантин не помеха. У юных боксеров Моногорода Текили начались сборы к предстоящим турнирам чемпионата Казахстана. Приход тепла – отличное время для тренировок на свежем воздухе. Они напитывают тело кислородом и раскреплящают разум. А природные условия города Текили позволяют спортсменам проводить занятия в таких условиях. На сегодня в Моногороде в секции бокса тренируется более ста мастеров кожаной перчатки. Все они с нетерпением ждут снятия режима карантина и готовы идти в бой на предстоящих областных и республиканских стартах. Мы сейчас в зал не заходим, а именно на улице, на воздухе и несколькими группами по пять, по шесть человек, чтобы не было скоплений ребят. В присутствии врача в обязательном порядке форму не потеряли. Также бегали кроссы, бегали индивидуально, занимались каждый с собой. Поэтому надежды на ребятки плохие, растут хорошие ребятки у нас. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.